Привет всем, кто со мной еще не знаком, меня зовут Эден, и сегодня у нас прекрасный день, потому что у нас четверг. Вы знаете, что значит четверг в Израиле? Это значит, что конец недели, так что я самый счастливый человек сегодня. И что еще это значит, что у нас конец месяца, так что сегодня я буду снимать, что мне нравилось в ноябре. Так что, начнем с первой вещи, я думаю, что это самая главная вещь, я думаю, что самая главная вещь это хорошо пахнуть. И так, в этом месяце мой друг мне подарил вот эту штучку, Love Spell от Victoria's Secret. И это просто восхитительный запах, конечно же, наверное, вы все знаете этот запах, я думаю, что это один из лучших ее запахов. Запахов, ихних запахов, трудно сказать, ихних запахов. Сколько есть в этом предложении. Следующая вещь, что мне очень понравилась, это... я недавно ее купила. Это жидкость для снятия макияжа от L'Oréal. И что я в ней люблю, это то, что ее не надо на вату, а потом тереть глаза и все такое. Все, что надо сделать, это намочить немножко руки и поставить жидкости на ваши ладони. И наносить это на лицо. И 15 секунд весь макияж сходит. Есть в этом масло. И это просто восхитительный продукт. Мне он очень нравится. Он не нервирует мою кожу. И все отлично. Хочу вам сказать, что я очень люблю зиму. Я не всегда любила зиму. Я думаю, что я человек лето был. Я торчала на море целое лето все эти года. Но я родилась в Сибири. Для тех, кто этого еще не знает. И я не видела снег очень-очень давно. У нас в Израиле падает снег раз в 10 лет, я думаю. Но если у нас гора Хелмон. И туда все, когда выпадает снег, я думаю, это в январе, феврале где-то, то туда все израильтяны едут кататься на горках, строить снеговиков и все такое. А я туда никогда не ехала. Никогда не ехала. Вы знаете, что это значит? Израиль, он очень маленькая страна. И нету тут места, где я не была. Но там я не была. Я не хотела туда ехать. Потому что снег меня не так уж волновал. Потому что я росла там, где десятки метров снега. Так что я больше радовалась видеть на море, чем на снег. Но в последнее время мне очень нравится европейская погода. Я очень хочу, чтобы была у нас уже зима. Но у нас 28 ноября сегодня и 34 градуса жары. Что я люблю зимой, это что все эти яркие лаки переходят в темные лаки. Так что, что я купила и мне очень нравится в этом месте. Это вот этот вот от Maybelline. Этот лак. Но я не люблю его просто так. Я люблю ставить это на тот лак, который у меня сейчас есть. И на нем это. И это выходит очень хорошо. Синенький лак. Очень хорошо, очень красиво. У меня тоже был синий кошелек. Я обожаю этот цвет. Это тоже очень красивый цвет. Такой металловый. И вот этот цвет прозрачный. Такой молочный. Все эти цвета я очень люблю. И очень важная вещь, что я купила в этом месяце. Это вот такой топ-коут. Что в нем хорошо? Это от Sally Hansen. Я думаю, так говорят. Он делает, чтобы у вас ногти блестели. И они обещают на 10 дней, чтобы у вас маникюр оставался. Так как я работала. Работала, потому что я два дня назад уволилась. Потому что мне было трудно работать ночью. И учиться утром. Это очень трудно. Я работала барменшей. И это не трудная работа. Но когда вы открываете баночки от Эксела, то ваши ногти уже, если вы сделали маникюр 5 минут, час назад перед работой, плакал ваш маникюр. Так что на этой руке у меня слазило это сразу. Но на второй руке у меня оставалось это. Потому что вторая рука почти не работала. Можно сказать. Так что я очень советую эту штуку. Очень хорошая вещь. Мне очень нравится. Следующая вещь, что без меня нельзя провести зиму. Какая мне нравится? Так что, что у меня 34 градуса на улице. Я люблю думать, что у нас зима. Потому что сейчас зима. Не знаю почему. Потому что мое день рождения уже прошло. Так что мое день рождения осенью. А теперь зима. Что я вам показываю? Вы ничего не поймете. Это чай масала. Вы знаете такой чай? Чай. Чай индийский. Есть такой напиток. Называется чай латте. Это порошок такой с молоком. Так, так, так. И корицей. Я обожаю это. Я обожаю. На каждой перемене еду это покупать. Но можно это приготовить дома. Вот этот вот чай. И положить молоко. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно работает. Почти тот же вкус. Тот же вкус. Только что молоко не взбитое. Но вы можете взбить молоко. Какая проблема. Так что я обожаю этот чай. Что еще я могу вам рассказать? Что у нас сегодня Ханука. Второй день Хануки. Знаете, что такое Ханука? Что такое Ханука? Не будем в это заходить сейчас. Но я просто вам расскажу, что в Ханку мы едим что-то, что вы знаете, наверное, как донат. Но у нас это называется сувганья. Я вам покажу сейчас мою сувганью. Последнюю, что у меня осталось. Вчера я купила шесть, но мы их съели. Каждая сувганья там есть 800 калорий. Очень жирная вещь. Но мы ее очень обожаем. Не обращайте внимания, как она выглядит, потому что сахарная пудра уже растаяла. И все эти кремы размазались. Но вот так выглядит сувганья. И обожаю это. Хочу уже закончить это видео и съесть ее. Перейдем к вещам. Свитер. Какая разница, что у меня только был один холодный день в этом месяце. Но я успела одеть этот прекрасный свитер, который выглядит как Christmas. Правда? Выглядит как елка. Очень теплый, очень нежный. Еще одна вещь, что не выходила с моих ног. Не важно, что она самая теплая вещь в мире. Я думаю, что даже в Сибири вам было бы жарко. С этой... С этим бантинком. Извините, чуть-чуть надо его помыть. Но смотрите, какая подошва чистая и летняя. Я купила это в Киеве. Я купила это в Киеве, когда я была там две недели назад. И я их очень-очень-очень люблю. Конечно же, я сделаю вам видео, что я купила в Киеве. За 100 евро. Потому что у меня украли кошелек. И потом мой товарищ дал мне 100 евро. И все, что я купила, это было на 100 евро. Но я вам могу сказать, что я эти 100 евро выжила, как какой-то там лимон. Очень-очень сочный. Он мне потом спросил, скажи, я тебе дал 100 евро или 1000 евро? И, конечно же, я скажу, что Киев, он был то, что мне нравилось в этом месте. Потому что мне очень-то понравилось. И я всегда вспоминаю, что я ходила искать бабушкин дом, где моя бабушка жила. Но я его не нашла. И мне это очень-очень-очень-очень больно. В сердце до сих пор, потому что я знаю, что я была очень-очень близко. Если вы не смотрели это видео, вы можете посмотреть, если вам это интересно. Он не находится. И перейдем к последним вещам. Голодные игры 2. Мне очень понравился первый голодный игры. И мне очень понравился второй голодный игры. И я очень жду третий голодный игры. Так что идите и смотрите, если вы еще не смотрели. И, конечно, в категории певца, моего любимого, у меня тут есть изменения. Потому что я в это место ходила на концерт Асаф Авидан. Не знаю, если вы его знаете или нет. Но я знаю, что он израильтянин. Он родился в Иерусалиме и рос, и делал тут армию и все такое. Но я знаю, что за границей он больше известен, чем в Израиле. Потому что в Израиле только такая элита знает этого певца. У него обалденный голос. Просто волшебный и... Не знаю, как сказать. Очень красивый голос. Напишите в Google кто-то Асаф Авидан или в YouTube. Вы, наверное, знаете его песни Different Pulses и One Day. Это его известные песни, но еще всякие менее известные песни. Я их просто обожаю. Я была на его концерте, и все было замечательно. И я была в восторге. Но что-то очень грустное случилось два дня назад. Умер очень известный певец Израиля. Ему было 70 лет, но все люди тут на нем выросли. Если бы вы слушали его песни и понимали эти песни, эти слова, эти слова вам проникали в душу. Вы так бы наслаждались его песнями. И вот в один прекрасный момент я делала свои уроки. Это был вечер, и я получила такое... Вы знаете, у меня есть аппликация, там новости говорятся. И я получила на мой телефон новость. Ари Кайнштейн в больнице. И вдруг в 11 часов я получила такой на iPhone. Ари Кайнштейн умер. Вау, это был такой шок. Сразу вы видите весь мой Facebook, потому что у вас в ВКонтакте, у нас в Израиле большинство Facebook пользуются. Не большинство, а каждый человек пользуется Facebook. Весь Facebook был со всякими грустными словами про него. Все их так любят. Вы знаете, что у нас много конфликтов есть в Израиле. Я говорю так, он говорит так. Я думаю по леву, он думает направо. Но Ари Кайнштейн, он нас всех объединяет. И все были мы очень грустные. Если бы он жил и вырос в Тель-Авиве, я живу в Тель-Авиве. И на улице, там где написано, на этой есть так и так стоянка. На этой, ну, такие вот штучки автоматические. Так там написали до свидания, Арик. И сделали церемонию большую. И весь день по радио слышали его песни. Так что он, я его выберу. Моим самым лучшим в этом месяце и вообще во всей жизни. Я надеюсь, что вам было интересно. Спасибо, что вы посмотрели мое видео. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И ставьте мне палец вверх, если вам понравится. Понравилось. И напишите мне внизу, какие видео вам было бы интересно. И я для вас их сниму с удовольствием. И мне очень жарко. Мне надо заканчивать это видео. Уже солнце садится. И мне надо кушать мою сувганью. Так что спасибо за просмотр. И пока.